всем привет с вами диктофон и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием блонд std6 и в этом видео мы будем проходить нашего элитного дреда блуна а перед тем как начать прохождение я бы хотелось попросить подписаться на мой канал и поставить лайк если вы этого еще не сделали это поможет развитию моего канала а перед нашим прохождением я бы хотел показать и поблагодарить последних донатеров которые поддержали мой канал а первым это был адам зайду лин диктофон давно на свой канал не заходила были дела вот приветственный донат привет тебя адам зайду лин привет тебе говорите с этим спасибо за донат я очень рад тебя видеть правда надеюсь теперь у тебя все хорошо правда опять говорить разучился спасибо тебе он живут 57 привет люблю тебя смотреть вопрос в какой стране ты бы хотел жить если не россиям привет тебе кунжут 57 больше тебе спасибо за донат привет тебе мне правда очень приятно а насчет вот вопроса я очень люблю людей своей стране у нас много замечательных людей к сожалению про власть я не могу ничего говорить там всякие вещи вытворяются к сожалению во всех странах поэтому даже вот и тяжело сказать я бы хотел прожить в россии но как-то последние годы знаете тот там закрывается тот тут запрещается то там блокируется и как то как-то не по себе если честно у меня нету прям знаете какой-то цели вот в такой-то стране я прям бы хотел бы жить но просто непонятное состояние пока что россия как говорится дальше вот посмотрим пока что в планах нет никуда переезжать конечно же знаете все то что он запрещается у нас есть сша как бы в сша тоже очень много своих минусов но по крайней мере побывать бы когда-нибудь я бы хотел бы во многих странах а потом уже знаете через призму опыта понимать где бы мне понравилось больше жить и существовать так большое тебе спасибо за донат не знаю смог ли я ответить на ваш вопрос или нет здесь что более-менее да с учетом того что нигде не путешествовал и не могу нормально развернуто ответить где бы именно я бы хотел бы жить а так давайте начинать прохождение у нас как вы можете заметить он пройден сейчас я вам буду жаловаться и рассказывать что да как правило у нас такие же как и на обычном боссе вообще ничего не изменилось и все давайте проходить получается а дело в том что у меня не записалась большая часть видео к сожалению буквально 49 раунда у меня почему-то запись пропала это не понравилось от слова совсем если честно я уж подумал что ладно буду прям заново снимать заново проходить посмотрим что у нас да как автостарту тоже включу и будем надеяться конечно же мы на лучшее потому что искренне в нас верю да и к тому же если у меня до этого получилось пройти значит в этот раз тоже получится пройти понятное дело просто надо будет использовать ту же самую тактику и если честно даже вот я не знаю как ее дорабатывать потому что когда я там проходил как будто бы все уже было настолько удачно что я даже не знаю к чему бы мне там придраться к себе чтобы это исправить в дальнейшем вроде бы вообще все замечательно но конечно в принципе принципе я стал компьютерный ударил если что извините если вам это было слышно поэтому будем надеяться на лучшее а так почти что накопил я нашу банановую ферму так что давайте я ее быстренько поставлю и мы определимся как мы будем называть наши банановые фермы в данном видео а в рандомайзере мне выпало число 3 а третьим комментариям это была ферма амреф то есть ферма наоборот если честно по моим флешбеком я прям помню как будто бы год года полтора назад уже выпадала данное название фермы но я как бы не против того когда они прям повторяются самое главное чтобы не повторялись на постоянной основе это вот так вот сейчас тут проходим все у нас принципе нормальным можно и без клеймёчка я просто его поставил потому что у нас бесплатный почему бы и нет как говорится будем играть мы тут без героя потому что psy он хоть и хорош но на данный момент на начальном этапе нам все-таки надо побольше зарабатывать а мы же потом будем стараться ставить и прокачивать нашего инженера и того же самого алхимика а они уже немного будут как бы сжирать шары чтобы зарабатывать эти деньги поэтому каждое лопание от psy будет немного нас отдалять от нашего миллиона заработанного поэтому посмотрим надеюсь что у нас так получится еще больше всего и надеюсь что данное видео запишется я вообще смотрю все вообще нормально вы не представляете как это было вообще битва с учетом того что я сегодня уже записал и прошел обычного босса я записал еще одно видео которое выйдет сегодня же вечером то есть я уже выложил обычного босса я отснял элитного босса я неправильно его отснял все переснимаю элитного босса то есть меня вообще прикольный день такой вообще на веселе обидно блин с учетом того что еще планов много еще много надо сделать а я чисто физически надеюсь что успею пока что это не точно пока что я не шибко уверен но в любом случае посмотрим а вроде бы на данный момент мы справляемся и я прям помню когда вот записал видео просто буквально уже наконец под самый под прохождение элитного босса 5 класса говорю что вот мы такие вот молодцы как вот все круто сворачиваю игру вижу об с и не вижу что там идет запись я просто мгновенно замолчал и все больше сил моих вообще не было к такому меня правда жизнь не готовила что что у меня вот бывало когда знаете например звук не запишется и мне приходится потом звук поверх записывать это тоже бывает очень сильно обидно потому что время тратится а тут мало того что звука не так все и самого видео потому что к подумал ладно запишу я прям полностью заново с нуля хотя с одной стороны я бы мог записывать но сам дойти до 50 раунда и потом с 50 раунда начать запись я подумал что это будет тоже как-то немного странно вдруг все таки в этой игре я как-то по-другому сыграю как-то по-другому прокачаю посмотрю что-либо ведь всякое возможным поэтому на данный момент вот пока вот не знаю а еще вот я не знаю как нам сейчас вот быть посмотрим как мы этот раунд пройдем зависимости от этого уже будем решать что нам делается с вами так опасно очень опасно конечно же мы идем то есть нам тут вот хватает на ферму но но мы должны вроде бы справляться нас 50 хп вполне себе достаточное количество чтобы не слиться да мы сами не слились и теперь нам бы прокачать кнопку у инженера будет очень полезная прокачка которая поможет за застну немного замедлять наши шары из-за этого больше урона по не будет проходиться мне кажется очень криво тут поставил нашу ферму амрефа что вот рядом никакая больше не влезет будет конечно весело но я надеюсь что все будет нормально так смотрите шары то у нас все равно норовят пролетать поэтому уже казалось бы надо прокачать двойной пистолет да что тут мне подсказывать потому что ну хп уже правда совсем чуть-чуть у нас с вами так масштабное производство мы тут вкачиваем и все дальше смотрите дела уже пока что будут идти получше правда в скором времени как вы можете заметить у нас уже пойдет первый свинец из-за того что это дредблун у нас свинцовые шары вылетать много пораньше если обычно они у нас что блин забыл если честно обычно они у нас же вылетает на каком раунде 27 там очень много шаров поле в конце 27 то ли в начале 28 то есть вот что то вот из этого то здесь же они вылетают на раунд раньше как дополнительные поэтому нам надо будет успеть разместить алхимика чтобы на этом заработать дополнительные монетки что нам будет очень приятно конечно окно и все вот теперь вот смотрим перед наверно будем вот и ставить нашего алхимика я бы его поставил вот примерно сюда давайте вот его разместим надеюсь что это зона будет для него удобно но теперь надо накопить еще тысячу монет я сначала чуть подумал типа у нас это так удачно идет да на 26 раунде сейчас свинец у нас пойдет таблю цель на прочную смотрите все уже дополнительные монетки мы тут с вами залутали беру нас тут алхимик не будет еще позволять пробивать проходить некоторым шарам он ну к сожалению тоже такой вот небольшой урон наносит но он потом его прокачаем и до резину в золото вкачаем вот прям сейчас наверное я бы это сделал и в целом то теперь все у нас нормально дальше смотрите я прокачаю а один наш рынок amref а потом мы уже с вами поставим кого нашего инженера просто в прошлый раз знаете как у меня было я прокачал инженера и на следующем же раунде пошел камуфляж следовательно мой инженер буквально целый раунд стоял афк ну что если честно было не очень приятно а так вот у нас уже получается есть рынок а блин мечты неправильные куда не понимаю правильно сделали нет вот все вот теперь вот у нас пошел камуфляж теперь мы точно давайте копить будем на инженера сейчас нас пролетит немного шаров как это плохо чуть это даже плохо а я тогда размещал для дефа того я размещал наш шиповый завод сейчас мы успеем накопить да мы успели накопить к счастью будет конечно опасно они все равно будут пролетать или же нет ну не к счастью мы с вами задефали теперь точно давайте уже копить на нашего инженера на шаралова зарабатывать монетки пока это еще но целесообразное и довольно выгодно и нет мы тут тоже весь пробиваем не знаю что то вот теперь я не понимаю правильно я вообще пошел или нет этому ближе к концу игры как говорится узнаем пока что будь что будет да мне еще очень сильно удивило я помню что это я тоже акцентировал на это внимание про это я рассказывал что у нас изменилась иконка мишени зачем это сделано я не понимаю ну ладно как говорится типа но что-то изменили так ну и ладно но все равно просто вроде бы же и так нормально было зачем зачем что-то менять при этом данная иконка мне честно не совсем нравится как будто бы предыдущая все-таки было получше так вот мы разместили теперь у нас еще один на рынок наших амрефов и теперь наша задача прокачать нашего флибустира по нижней линии так до персональной надбавки камуфляж мы тут пробиваем все к счастью у нас тут вроде бы идет нормально тут надо еще так держать чтобы быть на готове чтобы собрать на шаралов опа собираем еще и тут вот так вот прокачали нашу персональную надбавку будто бы все очень вовремя идем и вот смотрите после этого раунда я авто старт уберу и мы будем создавать наш централ ой централ вот это было бы хорошо если бы я централ бы создал абзенополис что-то мне из головы вылетела и потом у нас пойдет дредблун но нам дредблун не так уж и страшен он очень медленный и неторопливый поэтому у нас есть время есть время чтобы подзаработать и я начну там вот прокачиваться так я до этого вот сюда поставил наш абзенополис и вроде бы вроде бы нормальное место я сейчас кстати смотрю по деньгам у меня как будто бы больше чем было до этого так что как будто правда так уж лучше делать как я в данной последовательности прокачки так вот здесь и так вот поставлю тут скидки больше следовательно может быть мы еще дешевле поставим нашу ферму амрефов и у нас все есть наш полис обезьяний очень приятно теперь создаем наш рынок амрефный вот мы продаем давайте еще так вот поставим китка все-таки как-никак так еще оставим дальше и буквально я не знаю до раунда 50 мы спокойно копим ну даже не копим а именно прокачиваемся то есть составим без каких-либо проблем по этому поводу не переживаем но единственная проблема это вот как ой нам бы тут главное задефаться то есть все дальше у нас вроде бы все под контролем не заметил что мы накопили достаточное количество денег чтобы прокачать еще один амрефный рынок ничего все нормально дальше идем с вами качаемся вот у нас влезает спокойно и одна ферма но прикол в том что мы можем вот это вот тогда продать или же не стоит но как будто бы надо как будто бы вообще надо бы продать на самом деле и теперь у нас по заработку идет получше ага дурацкий раунд я помню я помню его я помню как я с ним справлялся так что дождите тут я делал вот так вот теперь нам смотрите что еще надо будет сделать надо будет сделать вот так вот переместить нашу мишень потом 5 вернуть ну давайте же ну давайте же как же она вообще не передвигается это просто жесть какой-то то возвращаем обратно теперь и денежки зарабатываем сейчас будем прокачивать наши центральные рынки амрефные все мы заработали очень сильно надеюсь что слово амреф никого не выбесит вроде бы обычное слово ничего прям такого в нем плохого нету ну мало ли что многих раздражает когда кто-то там как-то вот коверкает слова но мы не скажем их коверкам и просто мы их произносим задом наперед ну что как по мне ничего прям плохого и себя не представляет смотрите сколько у нас тут всего опасного очень опасного я вам так вот расскажу так но мы тут не сдаемся мы тут час кого добавим тогда вот сюда вот размещал рикошечи глефа и хорошая прокачка мне она очень нравится конечно может до прямо глефа но вроде бы и это уже нас должно спасать и как вы видите реально так вот и вышло и сон уже очень много урона нам тут нанес на задефал в трудный период эту деревню давайте продавать смотрим практически накопили все что нам необходимо окно же это было бы разборку сразу же продавать прокачивать все вы даже не знаю пройдем ли мы или нет так давайте например перезайду так опасные опять раунд такой если честно надо бы вспомнить как вот я тогда проходил но мы можем с вами сделать грозу моап нам уже должно очень сильно помочь да так у нас и вышло идем с вами мы дальше потом нам все равно надо будет грозу моап дальше прокачивать до пятого тира чтобы уничтожить дред блона без каких-либо проблем но для этого же конечно нам надо сначала пробить не восприимчивость к основным башням там уже пойдем с вами дальше так кучу камуфляжа конечно не приятно пока что вообще не приятно так идем то нормально все хорошо копим дальше зарабатываем но уже 49 раунд уже постепенно становится опасно тяжеловато шаров смотрите становится все больше и больше дефать все тоже сложнее становится ну к счастью пока что мы с вами справляемся так я бы у нас вы шторм бы уже вкачивал чтобы он начинал наносить урон под радблу но с помощью своего скилла и вот пока вот это вот все у нас идет теперь мы спокойно опять например ставим скидку нашу и по скидке давайте опять улучшать наш центральный рынок амрефтный больше зарабатывать так постепенно вроде бы наносим укрепленного маба мы что же с вами уничтожим ух получилось и главное тоже его использовать а то я чуть совсем забыл идем мы с вами дальше уже укрепление мы ему почти сняли вот самое сложное это конечно наверное именно укрепление дальше тхп поменьше у него идут тоже пробили давайте так вот поставим 52 раунд ну все нормально мне кажется так все вообще все хорошо сейчас вот я вот этот амрефт докачаю и теперь мы точно уже будем копить деньги на прокачку нашего бомбометателем а то уже остается всего лишь ничего немного раундов но 28000 я так думаю мы не так долго с вами будем копить с учетом того что у нас уже половина накоплена буквально что очень даже приятно так видеть а вторых фух мы эти с вами пробили нормально уничтожить или амоп я вкачаю и еще бы я бы на всех случаев добавил 1 но еще один шиповый шторм пускай 2 будет уже от этого точно нам не случится потому что смотрите камни каменные шары то уже далеко идут блин вот опасно опасно далеко доходят используем скилл ух это нам тут помогло а там вот камуфляж увидели именно вот камуфляж далеко у нас тут дошел и что с этим нам можно будет сделать с учетом того что у нас сейчас денег достаточно нужно вот так вот еще поставить возможность видеть камуфляж ему бы и нет так у нас вот шторм добавляем и все я так думаю этого нам должно хватать и дальше уже с вами охватать ничего себе ничего себе вы это видели мне это не понравилось так тогда нам надо будет еще лучше уж промаглефа добавить и усилить даже просто вот это чуть не слился знаете вся поверил зато сейчас будет все у нас нормально убиваем нас поддержка теперь иммунитет деньги идут каменные шары мы тут пробиваем тоже с вами и рынок прокачали мне по скидке а вроде по скидке у нас уже 58 раунд вы только посмотрите как так вышло то но ничего то нормально зато сейчас как быстренько еще с вами включаемся будем уже готовиться ко второму классу курам долгий так это мы с вами продаем это я продаю кстати прошиб шторм видимо забыл так и не докачал его тут давайте липкую бомбу и на всех случаях размещу ставим теперь с этой стороны скидку и уже теперь здесь мы прокачиваем наши центральные рынки амрефов туда здесь вот влезет да по скидке мы тоже можем поставить делаем это обязательно дефать мы тут можем спокойно конечно у нас тут инженер уже большой молодец но правда больше денег он к сожалению это толком то и не принесет уже потому что сейчас прям будет по мелочи только давать к сожалению так раунды уже большие он приносит много именно на начальном этапе игры дальше уже все меньше меньше так тут у нас все идет нормально вас пока есть время без проблем заниматься своими делами мы этим и будем с вами заниматься что-то ты все прокачаю раунды мы вроде бы должны дефать с вами без каких-либо проблем идем дальше и вот я только не помню как я пробивал первую невосприимчивость ну ладно я в принципе могу понять что вроде бы я это наверное делал мэдом я прям помню как я говорил что я хочу поставить мэда потом либо шиповый завод либо друида а потом вспомнил что у нас тут друиды то запрещены так что так что да видимо шиповый завод и размещал ничего сейчас всего 63 раунд вы посмотрите так что я спокойно сейчас вот занимаюсь именно прокачкой потому что прокачка которая у нас идет сейчас она позволит нам зарабатывать больше в будущем следовательно если вот сейчас вот я именно занимаюсь вот этой вот прокачкой то потом мы на мэда но купим быстрее если бы я бы копил на него самого начала же сейчас мы в большем плюсе находимся чем были бы так тут мы тоже должны пройти давай давай уничтожай пожалуйста опасно немного опасно но к счастью все хорошо единственное чё у меня здесь алхимик да стоит да да это жалко можно было бы туда тоже еще одного добавить ну все теперь давайте тогда я буду копить а кого на шиповый завод почти что уже накоплен он то можно алхимика добавить вот здесь вот он бафает и тут у нас будет мы отстоять все все нормально все вроде бы должно быть у нас под контролем сейчас колючий ковер когда качаю и будем сносить этого дред блуна наш второй класс а у нас всего сейчас 66 раунд то есть мы еще относительно ну рано может быть начали хотя наверное сначала надо было качать именно мэда сейчас ведь просто будет не восприимчивость к военным обезьянам и опять у нас получается будет один этот сражаться как его ну вы поняли колючий ковер этот так ну благо зато мы хорошо вообще спокойно дфм все вот эти вот шары каменные которые вылетают все все здорово половину защиты уже снесли тут я мэдом наверное вот так вот буду настреливать пробивать все вот эти вот шары которые вылетают ну а бы что не все отвлекать смотрите сколько мы тут денег накопили поэтому нам надо бы развиваться дальше развиваться дальше я сказал а блин не ставится вовсе господи как же это было долго я просто в шоке так это у нас есть и теперь мы еще вот так вот разгон добавим и давай добивай добивай он дальше мы уже сами все справимся тут мы разгоняем скилл очень рано использовал что-то зачем я это сделал в этом история умалчивает wall street это тоже в качаю то теперь у нас мэтт начал атаку и быстренько добьем и последний иммунитет сейчас тоже мы так уничтожим не дадим и шанса как говорится она здесь нормально если честно мне вот лень потом всю карту застраивать именно кем исследовательскими лабораториями таки правда не хочется им этим заниматься хочется чтобы все это автоматически собиралась но по крайней мере вот эти вот при центральных фирмы мы можем поменять на исследовательские лаборатории ну что они случае чего нам будут приносить в радиусе нашего ул-стрита мы тут будем спокойно собирать затем вот можно наверное уже вот так вот сделать и вот здесь что ли мы тоже можем давайте попробуем здесь тоже исследовательскую лабораторию сдать нам бы еще что-нибудь для дефа хотя вроде бы ну на данный момент достаточно до должно быть у нас всего для дефа и кого бы я бы у нас еще разместил так это вот замечательно нашу морбезьяна которую я вот уже рассказывал о ней в предыдущей записи которую мне к сожалению не удалось мы сделаем вот так вот и прокачаем ее по верхней линии добавим к ней эхо локаторов и вот еще вот таких вот морбезьян дополнительных поставим 4 лишние денежки немного потратил ну ничего теперь мы все увеличили тут радиус и можем размещать на суше представляете флебустиеров просто флебустиеров на суше размещаем это кажется чем-то сверх естественным как по мне ребята и я вообще не понимаю как почему ям это связано так я не знаю почему я продолжаю ставить наших флебустиеров немного странно много не так как я хотел ну да ладно так здесь вот так же мы прокачиваем чтобы зарабатывать ткани нам также приносит деньги вот у нас еще влезет как минимум 1 давайте все стартовать теперь я должен прям побольше зарабатывать тогда тут по радиусу вроде больше не влезает да блин только одну поставили ну или немного как-то кривовато мне тут получилось но просто факт в том что можно ее размещать на сушу и как по мне это очень здорово то очень необычно так 5 тиры у нас тут имеются и конечно же мы тут будем уже размещать нашего парагона господина глефа ну единственное что нам не обязательно его самого начала как бы ставить смотреть потому что нам надо бы еще что сделать нам надо бы накопить и пробить первый иммунитет который у него тут будет первый иммунитет мы будем пробивать с помощью мэда и пускай у нас также будет колючий ковер если как я делал до этого я еще ставил у нас летающую крепость что в принципе как по мне звучит адекватно и нормально то здесь же навряд ли мы это будем использовать потому что тогда я еще хотел поставить самолет судного дня парагон раз я сомневаюсь я думаю что не стоит нам этим заниматься если честно так вот у нас мэда прокачали поставили и давайте еще куда-нибудь хотя бы наш шиповый завод разместим тут забафанный будет думаем мы готовы пробивать первый иммунитет и копить на наш парагон бумеранга носим постепенно всю эту защиту нам бы еще накопить эти 270 тысяч хотя посмотрите у нас уже есть 80 с деньги-то идут довольно активно так что вполне себе можно не беспокоиться да с учетом того что мы же еще можем продать потом мэда так что вообще все должно быть главное чтобы нам на сам парагон то хватило потому что я сейчас понимаю как будто бы не точнее хватило хватит а хватит хочется еще степень то нормально на него в этом плане не было у нас никаких проблем так пробиваем сносим у нас тут было нормально коряем так хп мы тут снесли ему теперь давайте что я тут еще сделаю я еще хочу у нас поставить дополнительных бумерангов немного чуть-чуть подождем потом я поставлю все равно мы его снесем но очень быстро без каких-либо ой пси ладно пускай будет пускай постоит я его очень нечаянно поставил если честно главное ему не скажем он на самом деле он очень хотел наверное побывать в игре так отдаем 150 тысяч 40 степень вообще нормально и все давайте пробивать уничтожать да у нас хорошо прошли мы с вами третий класс также уверенно это здорово и бустера у нас деньги приносят это самое классное надо было бы мне их пораньше поставить что-то я забыл если честно про них прям почему-то не знаю совсем из головы вылетела очень ведь классно обезьянам но зато вот этих вот поставил что не то же нам потом для степени помогут и к сотому раунду мы поставим расход на варха с учетом того что мы уже накопили с вами 300 тысяч так что прям все хорошо я прям почему накликать на владыку бездны я хочу послушать его хочет пока не понимаю а он же не говорит да а это пси говорит да ё-моё пси ты чё я-то блин и сижу думаю нифига типа это владыка бездна у нас говорить что ли так ферма амрефов прям старается смотрите у нас уже пятьсот пятьдесят тысяч то есть нам морского наварха нам уже хватает без каких-либо проблем о том просто я буду стать морского наварха у нас вот сюда на место нашей исследовательской лаборатории я ее продам у нас будет нормально степени морского наварха это думаю под 30 это должна быть потом того что мы еще дополнительные монетки дадим и я бы знаете на нашем месте уже был постепенно позаботился о нашем третьем парагоне который мы будем ставить ска вот этот вот нельзя уже наносит урон а вот как-то вот старается почему бы и нет собственно по деньгам и вроде себе все это можем позволить так по ну и все хорошо чё говорят что алхимика есть всем по верхней линии вот добавить то будет прям круто я про разгона совсем позабывал эти скиллы тоже и в целом все у нас под контролем идет урон наносится какой-то обезьяны уже 50 тысяч урона но вообще круто и все хорошо так 99 раунд смотрите что это дело так вот продаю добавляю смотрите влезает на сушу не это видимо еще очень долго будет шокировать нас тут еще есть место так что давайте еще можем так вот поставлю плюс степень будет так и отдаю и 250 тысяч даю я 250 тысяч отсказал 35 степень вообще хорошо если мы добиваемся 30 степени это уже считается на очень классным результатом давай морской наварок сноси постарайся пожалуйста очень надо хочется победы вот самое главное что я теперь еще уверен и я знаю что мы тут играем до 140 раунда в случае чего у нас есть с вами время и беспокоить можно не беспокоиться потому что тогда я думал что блин вдруг мы до 130 раунда а я победила 130 в этом раунде ё-моё как опасно как опасно оказывается нормально можно было бы даже не беспокоиться так 300 тысяч мы с вами смотрите уже накопили с прямо активно моему уже сносим хп урон тут тоже наши обезьяны наносят что будет очень хорошо для нашего прогона так вот тут делаем разгон и давайте чё я сейчас с вами пока говорю пока у нас еще идут эти 14 раундов я начну уже размещать наших обязанин ниндзя до будущего прогона все было хорошо конечно может быть я довольно низко поставил его может быть надо было бы его немного другую сторону ничё ладно как есть так есть так ставим прокачиваемся деньги у нас имеются нам уже хватает на вознесенную тень у нас еще целых 10 раундов и мы щас только все можем продать так что вообще все нормально если знаете за что я переживаю так это то если я продам например вот нашего нашего даку бездны мне интересно у нас пропадет морской навар потому что он же на суше это наверно не сможет стоять но я не хочу если честно пробовать поэтому пускай как есть так есть там вот постоит да нормально все хорошо меня все устраивает это самое главное так нельзя может с вами тоже поставили вполне достаточно для прогона для хорошей степени реального прогона так что тут мы тоже будем не будем переживать урону тоже вроде бы они наносит хорошо самолет с одного дня я бы не сказал бы что нам нужен потому что у нас нужно уже есть морской наварок то есть по несколько парагонов именно одной категории ставить бесполезно на дредблоне только но если у вас хотя бы есть три парагонта 4 можно повторку сделать так лучше не надо лучше делать разнообразие по псих пришел пришел все биф-биф уничтожает так давайте продавать так это же и у нас уже с вами смотрите полтора миллиона хп ой хп монет у меня было меньше с даже больше если честно это меня очень сильно радует поэтому давайте сначала как еще тут разгон продам сначала сделаю вот так он сделала вот так пересчет добавлю снайпера по верхней линии неправильно по верхней линии вот так на прочную потом пускай будет все таки летающая крепость летать потом пускай у нас будет мэтт тоже урон наносить алхимик уже постарается у нас еще кстати здесь можно вот этих вот еще ребят поставить они тоже молодцы на самом деле а вот видите я добавил эхо сеть и как радиус увеличился в этом плане прям хорошо конечно мне очень нравится так надо бы тут клеймёчка добавить чтобы использовать его скиллы ледяной бизяну а как прокачать чтобы хрупкость у дред блуна увеличилась в целом как будто бы я поставил ну все что я прям вот так вот хотел можем единственное на всякий случай потом вот здесь вместо одного нельзя поставить еще кого вот так вот и денег оставлю например бесконечные шипы давайте запускать мне кажется мы готовы мы прямо сейчас много всего с вами сделали 12 половиной миллионов хп нашего дред блуна у нас тут и клей и снежки просто все подряд все подряд конечно смотрите чтобы еще больше урона наносилось тут можно цель на прочную на прогонах нам поставить тоже влияет так скил и использую все нормально почти первый иммунитет мы уже снесли начнем первый щит иммунитет еще нет но теперь уже наносится урон как у нас тут наши обезьян блин не так вот двести сорок уже тысяч урона она нанесла причем но она у нас тут стоит еще всего ничего а уже такая вот молодец ну и всем дальше давайте 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 все обязательно получится все получается а будет еще лучше второй щит мы уже ему снесли она с морской наварх тоже будет атаковать тоже будет нам помогать ага но уже вознесенный тень теперь у нас немного страдает к сожалению но ничего мы должны справиться я в нас верю да вполне себе достаточно урона мы наносим так и следующий иммунитет уже будет пробить легче всего потому что у нас там будут все парагоны работать все будет вообще замечательно и у нас сейчас всего 128 раунд то есть ладно уже 129 но как будто бы даже быстрее иду чем при первой моей попытке так 120 130 раунд и мы проходим да ура поздравляю вас мы прошли данного босса дредблун элитный побежден башню мы с вами разместили 124 шаров пробили 600 тысяч общий урон у нас составил 772 миллиона практически 73 а генерировали денег мы три с половиной миллиона при первой моей попытке элитного босса было 3 миллиона 200 тысяч то есть мы практически на 300 тысяч больше заработали это очень круто обезьянная звезда наш господин глеф 23 миллиона урона вот это я понимаю хотя у нас вознесен на тени сло 20 миллионов урона хотя мы и только что поставили а морской наварх он в принципе почти обогнал нашего господина глефа так что там прям опасно было смотрите про псейдон у нас нанес 300 тысяч мэтт почти 700 летающая крепость но 2 миллиона но это просто но невероятно на самом деле поэтому вообще не жалею они большие молодцы и мы с вами большие молодцы что у нас все с вами получилось а так на этом я буду заканчивать данное видео я надеюсь что оно вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал а с вами был диктофон всем удачи и всем пока